Так, ну ладно, давайте продолжим с вами. Мы остановились на выводе, вывели функцию грина. У нас какая-то 11 лекция. Давайте напомним, мы в прошлый раз решили, рассматривали решение волнового уравнения с источниками d2 по dt квадрат минус локусиан, а мю, равняется 4k на c, жмю. Мы с вами сказали, что если мы найдем функцию грина, которая является решением уравнения, если с правой части стоит дельта функция. То есть функция грина удовлетворяет вот такому уравнению. Волновой оператор на функцию грина, которая мы считаем зависит от переменных t минус t штрих, r минус r штрих, равняется дельту функция t минус t штрих, дельта функция r минус r штрих. И если мы знаем функцию грина, то, соответственно, а мю находится путем свертки. Давайте явно напишем аргументы. А мю от аргументов t и r, есть интеграл по dt штрих, интеграл по d3r штрих. Функция грина, t минус t штрих, r минус r штрих, жмю от t штрих, r штрих. То есть источник 4 тока у нас задан. Если мы найдем функцию грина, то 4 потенциал будет свертка функции грина с 4 током. Ну, это есть такое обобщение принципа суперпозиции на линейный случай. То есть мы раскладываем, находим поля, создаваемые точечными источниками, ну и потом как бы суммируем, ну или иначе интегрируем все поля, созданные точечными источниками. Получаем ответ. И мы с вами ищем решение в лоренцевской калибровке. Ну, исходное волновое уравнение для 4 потенциала записано в лоренцевской калибровке. И мы с вами в прошлый раз показали, что такая запись сохраняет лоренцевскую калибровку. То есть выполняется условие а мю на было мю равно 0. В прошлый раз мы нашли функцию грина методом преобразования Фурье. Давайте напишем то, на чем мы остановились. Мы обозначили вот эти разности t минус r штрих, r минус r штрих, t большое, r большое. И нашли в прошлый раз, что g от r есть дельта функция t минус r на c делить на 4p r. На этом в прошлый раз остановились. Ну, а теперь, если мы вернемся к исходным переменным, t минус t штрих, r минус r штрих, то ответ будет иметь следующий вид. g от t минус t штрих, r минус r штрих равняется дельта функции. Я теперь подставляю вместо t, t минус t штрих, вместо r, модуль r минус r штрих делить на c, на 4p, модуль r минус r штрих делить просто модуль r минус r штрих. Это есть функция гринноволнового уравнения. Ну, и здесь уместно сказать, что в аргументе дельта функции стоит такая разность t минус t штрих, r минус r штрих на c. Вот эту же разность можно переписать в следующем виде. t минус, скобка, t штрих плюс r минус r штрих делить на c. Да? Ну, я здесь просто скобки поставил и минус на плюс поменял. А это значит, что если мы смотрим поле в точке t и r, то это поле будет создаваться в такие моменты времени t, которые удовлетворяют условию t равно t штрих плюс r минус r штрих на c, где r штрих – это время, в которое мы смотрим заряд, ну, в которое мы смотрим 4 тока. То есть, иными словами, если мы, значит, поле в точке r в момент времени t будет создаваться зарядами из точки r штрих в момент времени штрих, и этот момент времени штрих должен быть такой, он должен быть меньше t, чтобы еще прошло плюс время, равное, по сути, времени, которое необходимо распространиться электромагнитной волне, от точки, где находится заряд, до точки наблюдения. Видно, да, что это время t штрих всегда меньше, чем t, может быть, положительно. Вот это время t штрих называется запаздывающим временем. Ну, там можно выписать для него явное выражение, да, вот отсюда. t штрих равняется t минус модуль. r минус r штрих делить на c. Запаздывающее время. Ну, еще раз смысл. То есть мы ищем поле в точке t и r, и оно создалось зарядом из точки r штрих, ну, в момент более ранее, чем t, в момент времени t штрих, запаздывающий момент времени, которое равно вот такому выражению. t минус времени, которое необходимо электромагнитной волне, электромагнитному полю, чтобы пройти от источника до точки наблюдения. Почему мы получили здесь запаздывающую функцию грина? Это следовало из правил обхода полюсов. Напомню, в прошлый раз мы, когда находили функцию грина, мы представили ее в интегральном виде, да, через преобразование фурии, определенным образом нашли полюса, обошли полюса. То есть можно, если бы мы обошли полюса по-другому, можно было получить опережающую функцию грина, но это не наша обосновка задачи. Наша обосновка задачи – движущиеся источники, которые в более поздний момент времени создают электромагнитное поле. Хорошо, зная функцию грина, мы можем записать 4 потенциал в следующем виде. Амин равняется, ну вот 4, да, я здесь забыл написать, не запишите, 4π на c, потому что коэффициент 4π на c, надо его ставить. 4π и вот это 4π сократятся, и в итоге получим 1 на c. Интеграл дт штрих, интеграл дтри р штрих, дельта функция, а т штрих минус, я вот таким вот образом напишу, сейчас непонятно почему, t минус t штрих минус t минус r минус r штрих делить на c, делить на 4π модуль р минус r штрих, помножить нажим мюл с точки t штрих р штрих. Ну, смотрите, я знак могу поменять здесь. А я там скобки поставил. Там же скобки стоят, смотрите. t штрих минус скобка, t минус r минус r штрих на t. Если скобки расстрою, будет t штрих плюс. То есть скобки раскрою здесь. Ну вот стояло, смотрите. Если я здесь поменяю знак, давайте дельта функция, счетная функция, могу знак поменять, правильно? Здесь будет плюс, плюс, минус. Прятала за скобку. В принципе, с этим выражением можно работать, и мы с ними будем работать, когда будем вычислять потенциалы релятивистской частицы. Это будет попозже. А пока отметим, что, в принципе, здесь можно синтегрировать по dt штрих, правда? Потому что здесь стоит производная, прошу прощения, дельта функция. t штрих минус такая величина. То есть интегрирование по t штрих сразу можно снять и записать следующее выражение. 1 на c интеграл g3r штрих, g мю. Только вместо t штрих мы должны теперь подставлять вот это выражение. t минус модуль r минус r штрих делить на c, r штрих делить на а модуль. r минус r штрих. Такое выражение называется запаздывающим потенциалом. И оно еще раз... Давайте здесь напишем, а зависит от t и r. Создается... 4 потенциал, создается 4 током из точки r штрих. И ток мы должны брать вот в момент времени t, а t минус... r минус r штрих делить на c. Потому что t, g берется в более ранний момент времени, такие потенциалы называются запаздывающими потенциалами. Это запаздывающий потенциал. Ну или если расписать покомпонентно для временной и пространственной части, то есть для скалярного и векторного потенциала, то получим следующее выражение. φ равняется g0. Это c на ρ. c сократится, получится интеграл. d3r штрих. ρ. А t минус... r минус r штрих на c. r штрих на модуль разницы. r минус r штрих. Ну и... φ в момент времени t в точке r. И аналогично a в момент времени t в точке r. Есть 1 на c. Интеграл d3r штрих. g вектор уже. t минус r минус r штрих. Делить на c r штрих. На модуль. r минус r штрих. Это выражение покомпонентное. Тоже запаздывающие потенциалы. Скалярный и векторный. Таким образом, зная заданный ток и плотность зарядов, мы можем найти потенциалы. Ну, а следовательно и поля. h от ротера. e минус градиент φ минус производная по времени. Но в общем случае это сделать, как правило, невозможно. Поэтому используют приближение. В том же духе, в котором мы действовали в статическом случае. То есть некоторые аналоги мультипольного разложения для статики. Следующая часть у нас. Ну, давайте так напишем. Мультипольное. Первое мультипольное разложение. Напаздываем еще к потенциалу. Мы рассмотрим облако зарядов масштабом А и будем смотреть поля на расстояниях r, таких, что r много больше, чем а. Или а много меньше, чем r. В этой ситуации знаменатель сразу в этих запаздывающих потенциалах можно разложить. То есть 1 на r минус r штрих представить в виде 1 на r плюс... Ну, мы это уже раскладывали. Я сразу пишу ответ, который там получается. Получается это скалярное произведение r на r штрих длить на r в кубе. Таким образом, мы разложим знаменатель. Однако важно, что у тока и плотности заряда во временном аргументе тоже есть зависимость от r. Да, это запаздывающее время. Поэтому далее мы будем также раскладывать временной аргумент токов и зарядов. Полагая разницу r на а малой. Давайте посмотрим, к чему это приведет. То есть я хочу разложить временной аргумент в ряд. Считая r штрих, а r штрих внутри а сосредоточен, немного меньше, чем r. Раскладываем и получаем t минус... Значит, раскладываем модуль, лидирующий член, когда r штрих вообще равно 0, r делить на c. А следующее слагаемое будет какое? Минус r штрих и t на было и t от r делить на c. t минус r на c сразу давайте раскрывать скобки. Здесь минус на минус даст плюс, и на было и от r это r и t делить на r. Итого получаем плюс r. Ну, здесь r и t штрих, здесь r и t скалярное произведение. r штрих на r. r штрих на r делить на c остается, и еще r знаменатики на c. И далее будем считать, что у нас вот это вот лидирующий член во временном аргументе t минус r на c, а вот это малая добавка. Скалярное произведение r, r штрих делить на c. И мы будем раскладывать g и r по временному аргументу, считая, что t минус r на c большая величина, ну, а вот это маленькая добавка. Вот какие величины. Здесь очень хитро получится, потому что g это как бы получается сложная функция от r, да? Она от r штрих, она явно зависит от r штрих. И еще во временном аргументе вот так вот зависит от r штрих. Поэтому мы ее раскладываем по временному аргументу как сложную функцию и пишем g. Я ток разложу. Заряды аналогичные, нам они явно не понадобятся. r штрих, это примерно g t минус r на c плюс r штрих на c r штрих. Раскладываем по временному аргументу. Я сначала во временном аргументе выделил маленькую добавку. А теперь разложу в ряд Тейлора, считая вот эту добавку, r минус r штрих на c r маленькой. Получая g от t минус r на c r штрих плюс... А дальше мы как делаем? Мы берем маленькое приращение времени, а ну вот, r штрих на c r и производную формальную g по времени. Эту формальную производную будем означать с точкой. Плюс g с точкой. От t минус r на c r штрих. То есть подставили r штрих равную 0 и на превращение. r штрих на c r. Ну, мы должны вычислить производную и потом подставить во временном аргумент r штрих равное 0. сначала вычисляем производную, потом подставляем r штрих во временном аргумент равное 0. Ну, это вот то, что мы... Коэффициент, который мы должны взять перед этим приращением. Давайте оценим, когда вот такое разложение вообще справедливо. Давайте по порядку величины оценим соответствующие слагаемые. Вот это по порядку величины ток. Какое-то характерное значение. Вот это по порядку величины. Чему равно? Здесь стоит производная по времени. Давайте предположим, что характерные изменения по времени g это и есть некоторое t. Характерное время изменения g. То есть, производную оцениваем как g на t. Дальше вот стоит r, r штрих на c r. Вот когда по порядку величины оцениваем r, r сократятся, и остается r штрих на c. r штрих оцениваем как размер. r штрих оцениваем как размер системы заряда. То есть получается А на С. Ну и чтобы такое разложение было справедливо, нам нужно, чтобы лидирующее слагаемое было много больше, чем вот эти малые поправки. Отсюда же сокращается, и мы получаем следующее условие выполнения этого разложения. А делить на СТ много меньше единицы. Это условие можно далее упростить. Здесь, если увидеть, что А делить на Т, это характерный размер, делить на характерное время изменения тока. А это есть характерная скорость движения зарядов, потому что токи это есть движение зарядов, а характерное изменение... Ну, Т это характерное время движения зарядов, если это характерное время изменения жили. Соответственно, А на Т это характерная скорость. То есть это же условие можно переписать как В к С, много меньше единицы. Таким образом, для того, чтобы верно было разложение тока, по временному аргументу необходимо, чтобы скорость движения зарядов внутри этого облака была много меньше скорости света. Чему это физически соответствует? Потому что волна уходящая распространяется много быстрее, чем характерное движение заряда внутри облака. Или иначе можно сказать, что заряды как бы не догоняют... Заряды можно почти считать статическими по сравнению с распространяемой убегающей волной. Мы далее рассмотрим случай релятивистской одной частицы, когда там есть интересный эффект, когда частица может догонять убегающую излученную волну. Такое может быть, если скорость сравнима со скоростью света. Частица движется ускоренно, излучилась поле, а она движется скоростью света, то есть еще догоняет поле. Это придет к соответствующим эффектам. Но здесь мы считаем это малым параметром. То есть волна убегает очень быстро по сравнению с характерной скоростью изменения заряда внутри этого облака. Это условие можно переписать чуть иначе. Если считать движение гармоническим, и t, период колебания, то c на t это длина волны. И это же условие можно переписать так. a поделить на лямбда много меньше единицы, где лямбда характерная длина волны излучения. Мы с вами далее увидим, что при выполнении условий вкс много меньше единицы, и при гармонических колебаниях поле тоже будет колебаться гармонически, и в дальней зоне это будет обладать некоторыми характеристиками плоской волны, поэтому величину c на t можно отождествить с некоторой характерной длиной волны излучения. Соответственно, применимость вот этого разложения, она требует еще эквивалентно вкс много меньше единицы, можно записать иначе, а к лямбда много меньше единицы. Таким образом, у нас имеется два малых параметра. Давайте их запишем. Вот это первый. Мы смотрим поля на расстояниях много больше, чем размер системы заряда. И второе, это вкс много меньше единицы, или а много меньше лямбда, дополнительно а много меньше длины волны. Вот этого не было дополнительного условия в статическом случае. Оно вот появляется здесь. При этом r и лямбда могут соотноситься между собой как угодно. То есть мы не требуем никакого соотношения между расстоянием и длиной волны. Оно может быть произвольным. Но размер много меньше и того, и другого параметра. Таким образом, получили такое разложение. И далее мы подставляем разложение знаменателя и разложение тока в выражение для 4 потенциала. Но далее нам будет удобно работать только с векторным потенциалом. Почему? Потому что мы увидим, что из лорунцевской калибровки мы сможем восстанавливать скалярный потенциал. Не нужно дополнительно еще скалярный потенциал подставлять. Удобнее его восстанавливать из лорунцевской калибровки. Поэтому я подставляю вот эти разложения в выражение для векторного потенциала. Подставляю g, g от аргумента t-сr на c' плюс g с точкой помножить на скалярное ручку ср, помножить на разложение знаменателя. Мер в кубе. И далее собираем слагаемое. Мы сейчас увидим, что первый лидирующий член разложения векторного потенциала даст уже сразу нам вклад, соответствующий дипольному моменту системы зарядов. Так называемый первый вклад. А1. Лидирующий член записываю, разложение. Единица на d3. r штрих. Лидирующий член здесь, это g. Вектор. t-r на c r штрих. А здесь лидирующий член 1 на r. А1 на r можно вынести из-под интеграла, интегрируем где-то по r штрих. Потому что это вот здесь первый член разложения векторного потенциала. Давайте над ним его немножко преобразуем и увидим, что он выражается через дипольный момент системы зарядов. Чтобы это сделать, я рассмотрю компоненту i. Здесь нужно вектор стереть и дописать i. Чтобы выделить дипольный момент, мы с вами будем работать способом, очень близким к тому, который у нас был в магнитостатике. Мы будем формально добавлять дельта-функции, которые представляют как производные. r штрих по различным компонентам. А потом интегрировать по частям. То есть я здесь пишу вместо g i g k и дальше делаю d r штрих i по d r штрих k. Это дельта и k g k на дельта и k g i. Это то, что было. То есть формально все написано, тоже не так написано, потому что вот это есть дельта и k. Мы точно таким же образом действовали в магнитостатике. Далее интегрируем по частям. Этот интеграл есть единица на c r. Интеграл по бесконечно удаленной поверхности. d s k штрих j k. Аргумент не буду писать. r штрих i. Минус 1 на c r. Интеграл d s k. r штрих i на d ж k по d r штрих k. У ж k давайте напишу аргумент. t минус r c. r штрих. Первое слагаемое – это интеграл по бесконечно удаленной поверхности. По предположению, j существует только в конечной области пространства. Поэтому первое слагаемое равно нулю. Из-за того, что бесконечно удаленная поверхность. В итоге остается минус 1 на r на c. Интеграл d3 r штрих k. r штрих i. Простите, прощай, мне просто d3 r штрих. r штрих i. Да, я здесь ошибся. Здесь, конечно, не dsk. Аккуратнее. d штрих. d3 r штрих. Да, я... Интегрируем по частям. Интеграл по поверхности. Здесь интеграл по объему. Вон, переправка здесь бывает. d3 r штрих, r штрих i. А это dgk по dr штрих k. Здесь зависит от r штрих g только по пространственному аргументу. Поэтому это есть не что иное, как дивергенция g. Вот дивергенция. Далее пользуемся законом сохранения заряда. Дивергенция g это у нас... Почему равна? dR по dt. Только минус. dR по dt плюс дивергенция g 0. То есть дивергенция g это минус. dR по dt. И ρ должно быть взято в той же точке, в тот же момент ремида. То есть t минус r на c. r штрих. Далее смотрите. d по dt внутри интеграла. Интеграл по r штрих. Могу вынести d по dt из полу интеграла. Считаем, что... Можем переставлять их местами. И в итоге получаем 1 на cR. d по dt. От интеграла d3 r штрих. r штрих и t. ρ от t минус r на c. r штрих. Давайте внимательно посмотрим, что стоит внутри d по dt. Интеграл по всему пространству. Дипольный момент компонента i. только дипольный момент, взятый в момент времени t минус r на c. d по dt мы условились обозначать сверху точкой для краткости. В итоге я получаю окончательно d с точкой и t в момент времени t минус r на c делить на cR. Или если в векторном виде записывать, то получаем a1 равняется d с точкой в момент времени t минус r на c делить на cR. Векторный потенциал дипольного момента. Восстановим теперь скалярный потенциал и далее найдем электрическое магнитное поле. скалярный потенциал есть удовлетворяет условию халибровки Лоренса. 1 на c dc по dt плюс инвергенция равна нулю. Отсюда получаю d фи по dt равняется минус c дивергенция а. А дивергенция а это d с точкой, то есть d по dt t минус r на c на c. Дивергенцию d по dt давайте переставим местами. Вот сюда подставляю Давайте здесь напишем единичку. Мы работаем с первым порядком. Сюда подставляю d с точкой, дальше d с точкой дивергенцию меняем местами. И c, кстати, сокращается. Итого я получаю минус d по dt от дивергенции d будет на c r d в момент времени t минус r на c. c лишнее. Нет, нет, нет. И у нас был магнитно-дипольный момент. Это электрический дипольный момент. Давайте здесь забыли. Вот это есть d и t. Электрический дипольный момент. Раз забыли, напишем еще раз. Электрический дипольный момент. И здесь видно, что d по dt f равняется d по dt от некоторой величины. Мы основно можем сказать, что f это вот эта функция плюс некоторая константа, которая от времени не зависит. Но может зависеть от координат. Но нас интересует только тот скалярный потенциал, который создается именно движением заряда. То есть именно той частью 4 потенциала, который явно зависит от времени. Мы не берем часть, которая статическая. Мы интересуемся именно зависимой от времени части. Поэтому эта константа просто равна нулю. f от t есть минус дивергенция от d t минус r на c делить на r. Таким образом мы находим скалярный потенциал. Еще раз, константу, зависящую от времени, полагаем равным нулю. Потому что мы находим только те вклады, которые явно зависят от времени. У нас интересуются части, связанные с движением заряда. Но сразу можно отметить, а будут части, которые не зависят от времени. Могут быть. Допустим, у нас какая-то колеблющаяся система зарядов. Какие-то заряды движутся, какие-то покоятся. Тогда от этих покоящихся зарядов будет сила принципа суперпозиции. Часть, которая от времени не зависит. Правда? Скалярная часть. Ну, часть, которая идет от статического случая. Вот ей мы в данном случае пренебрегаем. Считаем, что от времени все заряды движутся. Не считаем, что нет тех зарядов, которые бы одновременно с нашими движущимися еще и покоены. Такой случай мы не рассматриваем. Все движет, все зависит от времени. Поэтому φ тоже зависит от времени. Вычисляем. Минус дивергенция, то есть минус набло И ДИТ на Т минус Р на С делить на Р. Вычисляю набло И от 1 на Р. Это будет минус РИТ на Р в кубе минус на минус плюс. То есть плюс ДИТ РИТ на Р в кубе вот это продифференцировал. И здесь очень важный момент, что Р есть еще и во временном аргументе. И мы должны еще дифференцировать Д как сложную функцию от Р. Сначала явно, но явно вот это 1 на Р, явная зависимость от Р. И Д во временном аргументе от Р зависит. То есть Д дифференцируем по времени и потом еще добавляем набло ИТ, примененное к минус Р на С. Давайте здесь в стороночке напишем, это нам будет часто встречаться, набло И от функции Т минус Р на С. Это есть Ф с точкой производной ДФ по ДТ помножить на наблы от минус Р на С. А наблы от минус Р на С, это легко собравить, что это минус Р и Т делить на СР. Таким образом, всегда, когда мы применяем набло, обязательно ее еще применяем к временной зависимости дипольных моментов. Здесь время запаздывающее, это время явно зависит от расстояния до точки наблюдения. от точки наблюдения до дипольна. Поэтому по нему тоже нужно дифференцировать. Здесь минус, и здесь минус, в итоге будет плюс, Д и Т с точкой, Р и Т, Р остается еще ЦР, ЦК, Р в квадрате. Или если переписать через скалярное произведение, явно получим следующий ответ. Д от момента времени Т минус Р на С на Р на Р в кубе плюс Д с точкой Т минус Р на С. Р скалярное произведение на С в квадрате. На С просто. Р в квадрате. Это у нас скалярный потенциал. Зная векторный и скалярный потенциал, можно найти электрическое магнитное поле. Соответствующая задача есть у вас в задании, поэтому мы здесь не будем явно вычислений переводить. Вычисления проводятся элементарным образом. Все подряд нужно дифференцировать. Я выписываю окончательный ответ. H. Ну давайте далее мы будем писать. Мы здесь явно увидели, что в первом порядке у нас получается именно вклад только от электрического диполя. Не так будет во втором порядке. Мы увидим, что во втором порядке будет магнитный диполь и квадруполь. В первом порядке у нас только диполь. Поэтому в первом порядке давайте сразу писать H с индексом D. То есть это магнитное поле диполя. Это есть роутер от А1. На семинарах вычислите. Я записываю окончательно. D с точкой в момент времени T минус R на C N делить на CR в квадрате плюс D две точки от T минус R на C векторное произведение на N делить на C в квадрате R. Электрическое поле вычисляем. Это есть минус 1 на C D A1 по DT минус градиент F1. Тоже вычисляйте на семинарах. Не будем на это тратить время. Ну, еще раз. Просто вот все подряд берем и дифференцируем. И временной аргумент дифференцируем. Там нет никаких особенностей. Получаем следующий ответ. 3 N на D в момент времени T минус R на C минус D в момент времени T минус R на C делить на R в кубе плюс точно такое же выражение только D с точкой делить на C R в квадрате плюс следующее выражение вектор, двойное векторное произведение N на N на D две точки T минус R на C делить на C в квадрате R Это поле, создаваемое в дипольном приближении, то есть поле создаваемое, магнитное поле создаваемое электрическим колеблющимся диполем и электрическое поле, создаваемое электрическим колеблющимся диполем. Давайте посмотрим на слагаемые, внимательно и оценим их вклады в зависимости от соотношения между расстоянием и длиной волны. Мы здесь получили три вклада, эти три вклада соответствуют, будут давать больше или меньше вклад в зависимости от соотношения между R и лямбр. Давайте сделаем оценки по порядку величины. D с точкой прежде всего. D с точкой у нас это D на T, а D две точки это D на T в квадрате. Где-то это характерное время изменения. И если мы внимательно посмотрим на, ну давайте на электрическое поле, я смотрю на первое слагаемое. Оно по порядку величины чему равно? D на R в кубе. Второе слагаемое D с точкой. D с точкой это D делить на T, поэтому будет D на R в квадрате на лямбда. D на лямбда на R в квадрате. Ну а третий слагаемое D две точки это D на T в квадрате, то есть D на R T квадрат C квадрат это лямбда в квадрат. То есть последнее слагаемое это D на лямбда в квадрате на r. Аналогично магнитное поле. Первое слагаемое это d на лямбда r в квадрате. Второе слагаемое d на лямбда в квадрате r. И мы видим, что в зависимости от соотношения между r и лямбда у нас разные слагаемые дают больше либо меньше в квадрат. И в соответствии с этим выделяют зону излучения. То есть масштабы расстояния, на которых какие-то слагаемые дают больше вклад, какие-то меньше вклад. Первое, давайте рассмотрим расстояние r много меньше лямбда. Такое соотношение называется ближней зоны. Соответственно, ближней зоны. То есть расстояние много меньше длины волны, но по-прежнему много больше размера системы. Это вот мы давайте напишем. То есть по-прежнему много больше, чем размер системы. Это называется ближняя зона. Мы видим, что в ближней зоне в электрическом поле в какой будет доминирующий вклад? r сам r – малая величина по сравнению с лямбда. r в знаменателе. Первое слагаемое будет давать лидирующий вклад. Остальные много меньше. И, кстати, видим, что это слагаемое в точности нам напоминает поле статического диполя. Ну, так мы на самом деле и ожидаем, что если размер много меньше длины волны, то как бы качественно можно считать, что в ближней зоне поле как бы мгновенно распространяется и по сути соответствует статическому диполю. Не только d зависит от времени. То есть в ближней зоне электрическое поле как у статического диполя. Только d еще от времени зависит. e примерно 3 n на d минус d на r в фуле. Я здесь ошибся, потому что надо написать еще n. Это вектор. И здесь не написал. Допишите. n. Здесь n, да? В этом же приближении h равно нулю, потому что нет слагаемых, которые в h пропорционально 1 на r в кубе. В этом же приближении h равно нулю. Второе соотношение. a много меньше r, которое порядка лямбды. Так называемая средняя зона или индукционная зона. Ну, а если r порядка лямбда, все слагаемые нужно учитывать. Не будем выписывать. То есть полностью h нужно писать, полностью e нужно писать. Все слагаемые одного порядка. И, наконец, рассмотрим в случае r много больше лямбды. Это называется... И все это по-прежнему много больше a. Это дальняя зона. Она же мумовая зона. В таком случае остается только последняя слагаемая в h и последняя слагаемая в e. Выписываемых e примерно равно n на n на d две точки от t минус r на c на c в квадрате r. Магнитное поле примерно d две точки от t минус r на c n на c в квадрате r. Давайте перерыв сделаем и потом продолжим. Или не нужен перерыв? Не нужен? Тогда давайте без перерыва. То есть мы таким образом получаем, что у нас e и h выражаются таким образом. Мне трудно видеть, что эти e и h они ортогональны друг другу. Правда? Потому что e есть, если здесь поменять местами и еще поменять местами с n, то это есть векторное произведение h на n. И в свою очередь e и h также перпендикулярны. То есть, иными словами, в дальней зоне у нас e и h образует правую тройку, как и в плоской волне. То есть у нас есть какой-то колеблющийся диполь, который излучает плоскую волну. И вот если мы смотрим по направлению от диполя к точке излучения, проводим нормальный вектор, то у нас поле e перпендикулярно n, поле h перпендикулярно n, e и h перпендикулярны друг другу. То есть e hn – это правая тройка. Вот отсюда видно, да? Ну и как в плоской волне по модулю e равно h. Тоже как в плоской волне, да? Тоже видно. Ну, в этом плане понятно, что вот чем дальше мы от источника излучения, тем все больше и больше у нас поле напоминает плоскую волну. Но, тем не менее, видно, что фронт. То есть это как плоская волна, но не совсем плоская. Почему? Потому что фронт здесь содержит вот множитель 1 на r. то есть при удалении убывает e h при удалении от диполя. Вот таким образом получаем вот такое вот выражение. Это поле диполя в дальней зоне. Пользуясь полем диполя в дальней зоне, можно поставить задачу об излучении. Это следующая часть нашей сегодняшней лекции. Давайте рассмотрим постановку задачи об излучении. Интенсивность излучения. Второе – это постановка задачи об излучении. и интенсивность излучения. Интенсивность излучения. Задача ставится следующим образом. Мы рассматриваем некоторую систему зарядов, не обязательно в дипольном приближении, в общем случае, но находящуюся в ограниченном объеме. Рассматриваем телесный угол для омега. На большом расстоянии от этой системы зарядов. Тогда по определению интенсивности излучения это есть энергия, протекающая через вот эту вот площадочку, задаваемую телесным углом в единицу времени. Нужно вспомнить, какая характеристика электромагнитного поля задает поток энергии в единицу времени и в единицу площади. Вектор пойтинга, да. Поэтому интенсивность излучения определяем как вектор пойтинга помножить на элемент площади, который как бы высекается вот этим телесным углом. Ну, а элемент площади по определению есть нормальный вектор на r квадрат на d омега, да. Площадь, вот эта площадочка есть r квадрат на нормальный вектор на элемент телесного угла. Ну, просто по определению телесного угла. И вот такая величина d называется интенсивность излучения. Давайте прикинем размерность какая. Размерность вектора пойтинга у нас энергия в системе SGS это r в секунду на сантиметр квадратный, n безразмерно, d омега безразмерно, r квадрат имеет размер на сантиметр квадратный. Итого получается размерность r в секунду. Энергия в секунду это интенсивность излучения. Размерность интенсивности излучения r в секунду. Если мы поделим обе счастья на d омега, мы получим d и по d омега равно s на n на r в квадрате. Это дифференциальная интенсивность излучения. Интенсивность излучения в зависимости от телесного угла. Если мы синтегрируем дифференциальную интенсивность излучения по всему телесному углу, это будет полная интенсивность излучения. Полная интенсивность излучения. Давайте найдем интенсивность излучения диполя. Именно диполя. Дипольное излучение. Для этого мы должны взять вектор Пойтинга, который создается электрическим магнитным полем, созданный диполем. В общем виде мы можем записать, что s это c на 4π e на h. Подставив вот в это выражение, мы получаем, что d и по d омега есть c на 4π векторное произведение e на h на n на r в квадрате. Для диполя этого выражения вычисляется просто. Почему? Потому что e на h образует правую тройку, правда? Более того, то есть векторное произведение e на h просто направлено с n. И в свою очередь e на h равно по модулю. А чему равно h по модулю? Оно равно векторному произведению d на n. Поэтому здесь мы имеем, что e на h это есть модуль h в квадрате умножить на n. Это умножается на n. n на n единица, это единичный вектор. Итого получаем c на 4π. h по модулю в квадрате на r в квадрате. Ну, аналогично можно было бы взять e в квадрате. С h просто проще работать, у него проще. Это будет угловую зависимость. h в свою очередь есть 1 на c в квадрате r, d две точки на n. Подставляю сюда. h в азоте в квадрате, знаменатель в квадрате c в четвертое r в квадрате. c в четвертое будет 1 на 4π c в кубе. Модуль от векторного произведения d две точки на n в квадрате, знаменатель r в квадрате и еще раз r в квадрате. Вот смотрите, какая получается замечательная особенность, что r в квадрат сокращается. Таким образом мы получаем интенсивность излучения в единице телесного угла, которая не зависит от расстояния до точки излучения. И в этом плане мы в итоге получим конечную энергию, которая течет в единицу времени через поверхность, бесконечно удаленную от источников. То есть еще раз, поверхность бесконечно удалена, потому и площадь поверхности бесконечно большая. С одной стороны. А с другой стороны, e h убывает как 1 на r. И их произведение вектор плотинга бывает как 1 на r квадрат. Вот это r и r в квадрате сокращаются, и в итоге получаем конечную энергию, текущую через бесконечную наленную поверхность. Это и есть интенсивность излучения. И здесь, кстати, сразу мы отметим, что я тут сразу взял поля из дальней зоны. В принципе, можно было бы взять поля из других зон, но эти поля убывают быстрее, чем 1 на r. Если бы я их сюда подставил, поля из других зон, здесь бы в знаменателе было r в более высокой степени. И при r стремящемся к бесконечности, соответственно, энергия через единицу площади стремилась бы к нулю. При r стремящемся к бесконечности. Поэтому, когда считаем излучение, мы должны всегда брать только поля в дальней зоне. r квадрат сокращается, и мы получаем единицу на 4πc в кубе модуль d две точки на n в квадрате. Давайте рассмотрим важный сейчас случай, когда d направлена всегда вдоль одной оси. Меняется вдоль одного направления. Пусть эта ось будет осью z. То есть и d, и d две точки направлены вдоль одной оси. Это важно. В принципе, d может еще и по направлению меняться. Предположим, что вот так вот. Вектор d всегда вдоль z, и d вот так вот по амплитуде колеблется вдоль оси z. Тогда, если мы возьмем вектор n, то в этой системе координат, где мы z направили вдоль d, угол θ будет угол между n и d, и вот это векторное произведение легко раскрывается. d и по d омегу есть 1,4πc в кубе. d две точки на n по модулю. По модулю это d на n на синус θ. n-едичный вектор, поэтому d две точки в квадрате, синус θ еще в квадрате, на синус в квадрате θ. Это угловое распределение интенсивности излучения диполя. Угловое распределение дипольного излучения. Если нарисовать это в сферических координатах, ну вот срез такой взять, пусть вот там вот у с x, сюда, сюда у с y, сюда у z, в плоскости xz. Смотрим интенсивность излучения, как она зависит от θ. На весь смесь будет в виде восьмерочки такой. Это i, вот это θ, это i от θ. В полярных координатах нужно синус квадрат θ нарисовать. Это будет угловое распределение интенсивности. И важный момент, что диполь, колеблющийся вдоль оси, не светит по своему направлению, а светит только в перпендикулярном направлении. Зная угловое распределение интенсивности, можно посчитать полную интенсивность излучения путем интегрирования по всему телесному углу да и по d-амена. 1 на 4πc в кубе остается, d две точки в квадрате остается. Нужно проинтегрировать по телесному углу синус квадрат θ. элемент телесного угла равен dφ dθ 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 sin θ. От сви ничего не зависит, получаем сразу 2π. Интегрируем по θ. от 0 до 3 sin θ и еще синус квадрат θ. Легко, да, вы умеете посчитать интеграл. Синус θ заносим под дифференциал d cos θ. От минус 1 до 1. А sin² единица минус cos². В пределах от минус 1 до 1. То есть 2 минус 2 трети. 4 трети, короче, минус интеграл равен. Итого получаем, четверки здесь сокращаются, π сокращается, и получаем окончательный ответ. 2 d две точки в квадрате на 3c в кубе. Важная формула. Полная интенсивность дипольного углечения. Полная интенсивность дипольного углечения. То есть сколько энергии течет в единицу времени через всю бесконечно удаленную поверхность. Вот диполь. Бесконечно удаленная поверхность. Интегрировали по всей поверхности. Сколько энергии течет в единицу времени. Вот такое выражение. Видно, что это выражение зависит от второй производной дипольного момента. А вспомним, что такое дипольный момент. Если для точных зарядов расписать сумму по всем зарядам на радиус вектора заряда, видим, что сюда зайдет R две точки. R две точки – это ускорение. Отсюда заключаем, что для наличия дипольного излучения необходимо, чтобы частицы двигались ускоренно. Если они будут двигаться с постоянной скоростью, то здесь не будет. Для этой точки будет равно 0. Дипольного излучения не будет. Давайте так напишем. Для излучения нужно ускоренное движение частиц. Нужно R две точки. Ускорение для дипольного излучения нужно ускорение. Ну и вообще для любого излучения. Давайте с вами совсем коротко обсудим вопрос про следующий порядок в излучении. Для того, чтобы получить следующий порядок, мы должны взять следующий порядок разложения векторного потенциала. Следующий порядок разложения в общем виде устроен достаточно громоздко, потому что тут было написано, помните, выражение G раскладывали, R раскладывали. В следующем порядке нужно взять первые члены разложения по G, первые члены разложения по знаменателю, перемножить. Громоздкое выражение, но часто нас интересуют не сами по себе поля, а именно поля в дальней зоне излучения. Поэтому далее мы с вами рассмотрим именно поля в дальней зоне и векторный потенциал именно в дальней зоне. Давайте напишем это, как у нас. Второй буквы, да, третий. Векторный потенциал. Давайте напишем А2 в дальней зоне. Магнитный диполь или квадруполь. Мы увидим, что в дальней зоне однозначно можно охарактеризовать второй порядок разложения векторного потенциала через магнитный дипольный момент и квадрупольный момент. Раз мы берем А2 в дальней зоне, подчеркиваю, что R много больше лянда. Вот здесь важный момент. Давайте вспомним, как раскладываются у нас знаменатели и G. При разложении G, я напомню, следующее разложение G, а вот посмотрите в тетрадочках, это G с точкой R, R' делить на CR. Помните, да? Давайте по порядку величины оценим. R и R сокращаются, и будет R' на C, то есть величина, не убывающая от R. Правильно? Если мы ее помножим на 1 на R, это будет ровно та величина, от которой электрическое и магнитное поле дадут 1 на R, 1 на R, а в излучении будет 1 на R квадрат. Это тот вклад ненулевой, который будет в излучении. А вот 1 на R еще раскладывается. Там, напомню, были слагаемые вот такой R' на R в кубе. И вот если мы будем брать это слагаемое, то оно по R будет уже убывать не как 1 на R, а как 1 на R в четвертой, да? Либо как 1 на R в кубе, если мы его помножим здесь. То есть, короче говоря, когда мы смотрим поля в дальней зоне, мы должны раскладывать и брать все производные только по временному аргументу. А из разложения знаменателя взять только 1 на R. Это верно, только в дальней зоне. То есть, если мы берем в дальней зоне, мы от знаменателя всегда оставляем только 1 на R. Это будет ведущий порядок. Потому что производная G, R сокращается, не зависит. Это будет лидирующий порядок по 1 на R. А если бы мы взяли вот здесь, это был бы 1 на R в кубе. Более быстро был бы в лавах. Еще раз, вот если мы берем ближнюю или среднюю зону, то нужно все учитывать. Но в дальней зоне мы от знаменателя всегда 1 на R только оставляем. И берем производный по временному аргумент. Таким образом пишу, A2 это 1 на CR, интеграл D3R', а здесь производную G пишу. G с точкой от T минус R на C, R' скалярное произведение R' делить на CR. Нам далее удобнее будет поработать с компонентой конкретной. Ставлю компоненту I. здесь компонента задается током, G I. Точка сверху означает временную произвольную. CR можно вынести из понтегрирования по R' и того получить. 1 на C в квадрате, R в квадрате. Интеграл D3R', G I T точкой. Ну, давайте. И, кстати говоря, вот это R тоже можно вынести. Да, но от R' не зависит. Давайте здесь введем индекс K. R' и здесь будет R' K. Понятно, что сделали? Все R вынесли, оставили только R' внутри интеграла. Как бы здесь не очевиден пока, ни магнитно-дипольный момент, ни квадрупольный момент. И чтобы их выделить явно, мы должны вот это выражение под интегралом симметризовать. Записать в виде симметричной комбинации по же R по индексам и антисимметричной комбинации. Пишем равно R' на C квадрат R квадрат интеграл D3R'. И вот то, что внутри интеграла, пишу вот таким образом. Смотрите. Одна вторая G с точкой R' K плюс G с точкой K R' I плюс одна вторая G с точкой I R' K минус G с точкой K R' I. Очевидно, что тоже здесь записано. Раскрою скобки. GK и RK сократятся. Одна вторая сложится. Получится в точности то, что здесь. мы сейчас увидим, что из антисимметричной комбинации берется магнитный диполь и симметричный квадруполь. Вот это я обозначаю за антисимметричную комбинацию. По индексам это за симметричную комбинацию. пишу A2 и T антисимметричная. Давайте посмотрим, чему равно. Отдельно я сейчас вы пишу обе. Ну, здесь удобнее не так паровозы тащить, а просто отдельно. Давайте мы сейчас напишем, а в сторонке вот эту вот величину посчитаем. считаем G с точкой I R'K минус G с точкой K R'I действуем вот каким способом. Я хочу записать это как G и R с индексами отличными от IK. Например, M и N. А в скобках давайте напишем дельта функции. Такой порядок дельта функций, который будет нам давать нужные здесь индексы. То есть это дельта I M дельта K N минус дельта K M дельта I N. Понятно, что сделали, да? А давайте теперь внимательно на скобки посмотрим. Так, внимательно приглядеться. Это свертка двух тендоров левичевика по какому-то индексу. Давайте этот индекс обозначим Q и напишем E, Q и M E, Q сейчас не так, да? И, K Q, M, N тогда дельта I M дельта K минус дельта I M дельта K G с точкой M R' Dальше замечаем, что E, Q, M, N G с точкой M R' это векторное произведение компонента Q с точкой на R' Сейчас мы вспоминаем, что магнитный диполь как раз и есть векторное произведение. Вот он оттуда и появляется. Поэтому пишу E здесь я циклически переставлю местами будет I K Q векторное произведение G с точкой на R' компонента Q Еще давайте немножко поработаем. Я потом это должен буду подставить вот сюда. Давайте явно выделим магнитный диполь. Магнитный диполь напоминает там векторное произведение R на G. Но еще и с интегрировано. Поэтому я здесь переставлю местами и K тоже и K и Q поменяем местами. То есть пишу E и Q K векторное произведение R' на G компонента Q по катоннисту. А теперь давайте вот это вот выражение я подставлю вот сюда и напишу антисимметричную часть. то есть это будет векторное произведение R' K компонент E от векторного произведения R на интеграл D3R' 1 2 C вот это выражение. Короче говоря, это и есть магнитный диполь. Переписываю это сначала в явном виде я сейчас скомбинирую, а потом мы увидим, что это магнитный диполь. Днаменатель C R' квадрат и в числителе значит, что у нас остается векторное произведение 1 на 2C интеграл D3 R' векторное произведение R' на G восстанавливаю аргумент везде аргумент E минус R на C R' штрих и векторное произведение R' это компоненты E. Понятно, как получилось? Вот это подставил вот сюда ну и дальше скомпоновал векторное произведение. Точка. Потерялось это правильное замечание. Спасибо. Точка. Ну, мы вспоминаем, что вот этот интеграл 1 на 20 только без точки. Это есть магнитный диполь. Посмотрите, магнитный статик это в точности магнитный диполь. Но только здесь он с точкой. То есть, итого мы получаем векторное произведение μ, ну, на R можно сократить, μ от R' минус R' на C' на N делить на CR. Векторный потенциал магнитного диполя. видим, что похож на электрический диполь. Электрический диполь, напомню, был просто μ с точкой. Электрический диполь был просто D с точкой на CR, а здесь векторное произведение μ на N с точкой на N делить на CR. Это векторный потенциал магнитного диполя. Теперь работаем с симметричной частью и видим, что там выглядит под рукой. Давайте я поработаю с симметричной частью вот с этим. Одну вторую вынесу и поработаю вот с этим интегралом. Даже не с этим интегралом, а с первым куском. сделаю несколько преобразований. Записываем. То есть мне нужно посчитать интеграл D3 R' G с точкой и R'K. Ну, видно, что он будет в симметричной части. Действую следующим образом. Опять же, применяем тот прием, который у нас был в магнитостатике. Я индекс G. Давайте поменяю на N. Одинственное, что DR' I по DR' N. Одной тоже, правда, это Δ'N будет G. Интегрирую по частям. Но будет интеграл по поверхности, давайте для кратности не будем писать, он 0, потому что G на поверхности бесконечное равно 0 по предположению. Поэтому будет минус интеграл D3 R' 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 I будет без производной, а производной берется D по DR' N от G с точкой N R' K равно. теперь вычисляем производную минус интеграл по D3 R' сначала вычисляю по R' K DR' K по DR' N это что такое? Δ' KN и G N то есть будет GK от первого слагаемого у нас будет R' I G с точкой K от второго слагаемого что будет минус интеграл D3 R' R' I R' K вносится а дальше будет D G с точкой N по DR' N а это что такое? D с точкой по DR' ну если без точки это бы что было? дивергенция ну это дивергенция от G с точкой получается преобразуем его следующим образом смотрите это дивергенция от G с точкой точка это D по DT давайте применяем местами D по DT и G дивергенцию то есть получаю D по DT от дивергенции G а дивергенция G это минус DRO по DT еще раз D по DT то есть минус D2RO по DT квадрат то есть минус RO две точки R штрих в момент в момент времени T минус R на C R штрих и окончательно получаю первое слагаемое пока оставляем минус интеграл D3R штрих R штрих и G с точкой K плюс здесь удобнее R ну ладно плюс интеграл D3R штрих R штрих и R штрих K RO две точки но пока аргумент не пишу я его уже написал T минус R на C R штрих получились два слагаемых давайте посмотрим с чего мы стартовали мы стартовали с вычисления вот интеграл вот этого и смотрим что мы получили вот первое слагаемое получилось минус и ик поменяты местами а потом мы к нему прибавим точно такое же но они сократятся поэтому вот от первого слагаемого останется только вторая часть и кстати во второй части видно что если второе производное по времени вынесу то это вот почти уже квадрупольный момент сейчас мы его получим то есть я пишу А2ИТ симметричное равняется одна вторая выносится то есть РК на 2С квадрат Р квадрат интеграл Д3 Р штрих Р штрих и Р штрих К Ро 2 точки АТ минус Р на С Р штрих да вот такая получилась симметричная часть второе слагаемое с этим сократилось еще раз напоминаю и вот это просто подставлено выделяем явно квадрупольный момент следующим образом РК 2С квадрат Р квадрат интеграл а? а вот же я вынес ее еще раз одна вторая вынесена вот только со скобка работаю первое слагаемое сократилось а второе без коэффициента второе без коэффициента одна вторая бы уже вынесли Д3 Р штрих Ро 2 точки а дальше пишу 3 Р штрих и Р штрих К минус Дельта и К Р квадрат Р штрих в квадрате а теперь смотрите ну во-первых здесь я добавил тройку поэтому здесь еще должен тройку в знаменатель то есть это одна шестая будет и должен прибавить Дельта и К плюс РК на 6С квадрат Р квадрат интеграл Д3 Р штрих а Дельта и К к чему приведет? Дельта и К можно вынести это приведет к РИ просто РО 2 точки а Т штрих в квадрате ну видно что первое слагаем это квадрупольный момент в чистом виде да две точки это Д2 по ДТ квадрат можно вынести из-под интеграл это будет вторая производная квадрупольного момента в момент времени Т-р что делается вторая часть она в общем-то не внуляется и на самом деле векторный потенциал действительно дает вклад но давайте посмотрим на нее очень внимательно у нас получается векторный потенциал индексы пропорционален Р индексу то есть вот из последней части мы имеем что А у нас пропорционально Р делить на Р в квадрате ну вот это какая-то константа вот это мы с интегрируем это будет какая-то константа от Р независящая какая-то характеристика распределения заряда зависит от времени ну не от R а от R зависимость вот АИТР ИТНР квадрат то есть А пропорционально Р делить на Р квадрат согласны? мы интересуемся излучением когда мы будем считать излучение мы должны посчитать электропотенциал то есть И и Аш то есть вот от такого А мы должны будем посчитать Аш а вот если мы Аш это ротор А если мы будем брать ротор от Р делить на Р квадрат сколько получим? коэффициент коэффициент от r не зависит коэффициент от r не зависит когда будем брать ротор вот только от этого ну да а вектор на как а вектор куда будет направлен почему они от направления нулю нулю вот это правильный ответ если мы одну потренируйтесь возьмите ротор вот от этого куска будет 0 у вас это все равно что ротор от вектора нормально брать еще на самом деле здесь робот аргументы минус верно это тоже модули возьмите ротор от модули тоже мы получим то есть короче говоря вот ротор от всего этого куска будет 0 а рfter L от куска 0 то значит магнитное поле от этого куска векторного потенциала оно равно нулю недостатка до вывучение в излучении будет давать только вот эта часть векторного потенциала следует напишу ротор от такого кусочка векторного потенциала будет равен 0 поэтому вот именно по этой причине мы это не учитываем И остается только второе слагаемое. Я продолжаю равенство. Видно, что это D две точки. Квадрупольный момент АТ минус Р на С с коэффициентами ИК РК делить на 6С квадрат Р квадрат. Это то, что дает симметричная часть. Таким образом, во втором порядке, в дальней зоне, то, что дает не нулевое магнитное поле, то, что дает вклад в излучение, мы получаем А во втором порядке И. Это и есть векторное произведение. Что-то было. Мюм Т минус Р на С. Н делить на СР. Компоненты И плюс Д и К две точки, а мюз точка. От Т минус Р на СРК делить на 6, ну давайте Н единообразно напишем, на С квадрат Р. Первое слагаемое, соответственно, векторный потенциал магнитного диполя в дальней зоне, а второе слагаемое векторный потенциал квадрупольного момента в дальней зоне. Для таких векторного и скалярного потенциалов, прошу прощения, для такого векторного потенциала можно найти скалярный потенциал, вычислить, как мы это делали, электрическое магнитное поле и вычислить полную интенсивность излучения. Мы это делать не будем, в экзамене такого вопроса тоже не будет. Я просто ответы напишу, ответы достаточно важны. Мы, в принципе, можем, зная для магнитного диполя, просто по аналогии с электрическим диполем посчитать. Там будет почти полный эквивалент. Такая же диаграмма направленности и такая же интенсивность излучения. То есть интенсивность излучения магнитного диполя, то есть только вот этого кусочка. Она будет равна 2μ2 в квадрате на 3с в кубе. Излучение магнитного диполя. Оно будет давать доминирующий вклад, если электрический дипольный момент 0 или квадрупольный равен 0. Тогда вот этот вклад будет только от магнитного диполя. И полная интенсивность излучения магнитного диполя вот такая. От квадруполя тоже можно посчитать. Тоже очень, ну, достаточно такое громоздкое вычисление. Нужно вычислять электрическое магнитное поле вот от такого векторного потенциала. То есть дифференцировать по r. Раз, два, три. Выбирать слагаемое, которое бывает только один r, интегрировать по сфере. Вычисление опускаем, ответ имеет следующий вид. И от квадруполя это будет d3 точки в квадрате на 180с в пятой. Такое это и будет. Ну, тоже, ну, в общем, этот ответ получится. Одна 180 из взятия многократных производных, интегрирования по углам. Ничего себе, такой будет. Ну, кому интересно, просто продифференцируйте и вот получите. Тоже, в общем-то, прямой. Что? d3 точки квадрат. Да, это квадрупольный момент. Да, да, матрица. Ну, давайте в явном виде. Хорошо, я понял. Да, 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 плохо, да? d и k, d3 точки и k. Вот так. Ну, поскольку он симметричен, да, то это все равно, что матрицу на матрицу и след взять. Ну, квадрупольный момент симметричен, k и можно поменять местами. То это будет матрицу на матрицу, помножили и от того, что получилось, взяли след. Ну, кратко записывают d3 точки в квадрате, но вы правы, да, вот это более корректное выражение. Вот. Таким образом, давайте здесь отметим, не успею отметить, что вот это d3 точки. О, d здесь это 2 точки. Таким образом, мы с вами получаем в первом порядке дипольное излучение. Во втором порядке мы получаем магнито-дипольное и квадрупольное излучение. Видим, что излучение, в принципе, зависит от временных производных магнитного диполя, электрического квадруполя. Таким образом, заключаем, что для наличия излучения необходимо как минимум ускорение. Для квадрупольного момента вообще нужна третья производная, в общем. Да, ну и, соответственно, вот эти вклады будут по отдельности, если все остальные моменты 0. То есть, если дипольный момент равен 0, квадрупольный и все последующие равен 0, то будет только магнито-дипольное излучение, определяемое вот такой вот формулой. Если электрический диполь и магнитный диполь равны 0, то лидирующим будет квадрупольное излучение, которое вот такой вот формулой определяется. То есть, вот эти вклады, они по отдельности имеют смысл полного излучения только тогда, когда все остальные моменты же 0. Вот важный момент, что если у нас, например, μ равно 0, а d не равно 0, то полное излучение не будет просто диполь плюс квадруполь. Там будут интерференционные слагаемые. На контроле у нас такая задача будет посчитать интерференцию квадрополя. Не квадрополя, ладно, магнитного диполя и электрического диполя. Ладно, звонок на этом и закончим. В следующий раз продолжим. Вопросы?